Здравствуйте! Мы находимся в гостях у выдающегося архитектора нашего города Юрия Саевича Зимцова. Здравствуйте, Юрий Саевич! Добрый день! Сегодня мы пришли к вам поговорить немного о архитектуре как таковой, о вас в первую очередь, и нас очень интересует ДК Невский, проектировщиком которого вы тоже являетесь. Когда-то! Когда-то! Юрий Саевич, в первую очередь хотелось бы вас поздравить, ведь, как известно, в этом году, 15 мая, вы удостоились почетной премии правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области архитектуры. Нет, это за конкретное здание. Это всегда эта премия дается за какой-то конкретный объект. И в данном случае это был театр, малая сцена Александринского театра. Расскажите, пожалуйста, что было самым выдающимся в построении Александринского театра, малая сцена? Ну, что тут рассказывать? Вы понимаете, архитектуру надо видеть, в первую очередь. А там была просто довольно сложная задача вставить серьезный организм в очень непростую строительную ситуацию. И вот я думаю, что прежде всего за то, как это получилось, нам и присудили эту премию. Замечательно. И мы знаем, что в День города, 27 мая, состоится вручение... Да, мне вот сейчас как раз звонили. ...выдающейся премии, которая пополнит вашу коллекцию наград. Ведь не каждый архитектор в нашем городе может похвастаться таким количеством достижений. Вы лауреат правительства РСФСР премии, лауреат государственной премии, лауреат международной премии пеналия в городе Санкт-Петербург. Да, и поэтому мы хотели бы немного вопросов вам задать о Мендокраневском, с вашего позволения. Расскажите, пожалуйста, как вам удалось попасть в группу проектировщиков Ливенсона? Что значит, как удалось? Я тогда, как раз, незадолго до этого закончил институт, это было, страшно сказать, в 62-м году. И попал работать в пятую мастерскую Ливен-Проекта, тогда он еще, по-моему, даже был без ней, а просто Ливен-Проект. И Евгений Анатольевич Ливенсон через пару лет, по-моему, где-то в 64-м году, что ли, возникла тема вот этого Невского Дома культуры, который вообще проект до этого был сделан когда-то, и он был сделан в такой классической стилистике. Это было сделано еще до восстановления, естественно, 56-го года, вот, Хрущевского об излишествах. И тогда, ну, очевидно, то ли кончилось финансирование, то ли вообще вот в связи со сменой стиля, этот проект как бы ушел. А тогда, когда вот возникло уже в 60-х годах, в 64-м, что ли, какие-то активные люди из Невского Дома культуры, старые большевики, сколько я помню, они решили возобновить этот проект. И они пришли в этот проект, и вот Евгений Анатольевич, поскольку он был автором вот того первого варианта, с тем, чтобы вот сделать новый, новый вариант этого Дома культуры. Так как уже совсем изменились вкусы, изменилась ситуация, то надо было делать новый, по крайней мере, новую одежду. Ну, и вам очень в большой степени и наполнение этого дома. И так как я вот в этой мастерской в это время работал, то вот Евгений Анатольевич как раз позвал меня на то, чтобы этим тоже заниматься. Ну, вот так и попал. А скажите, пожалуйста, чем отличалась школа Левенсона? Как-то классически принято считать, что школа Левенсона это все-таки показатель. Ну, Левенсон был, конечно, удивительный и архитектор, и очень интересный человек. И прежде всего тем, что он ухитрялся даже тогда, когда я с ним работал, и до того, тогда, когда происходили все эти смены. Ведь это вообще было поколение архитекторов, которые прошли через очень большие сложности. Когда они начинали с конструктивизма, причем такого высокого класса, хорошего конструктивизма, а потом постепенно, в связи со сменой идеологических всяких установок в стране, им приходилось менять и свой архитектурный почерк, если можно так сказать. И вот вплоть до того, до первого варианта, когда это стало уже совершенно таким, в классическом характере. И при этом Левенсон всегда ухитрялся, во-первых, это делать на очень высоком профессиональном уровне, это всегда дома были очень красивые. И кроме того, всегда с его собственным каким-то почерком. И надо сказать, что вот это отношение его и передавалось ко всем тем, с кем он работал. Он ведь и преподавал в Академии художеств на архитектурном факультете. Вы тоже преподаете? Ну, это я уже научился. Да, а он тогда. И это было, конечно, работать, то, что мне повезло, вот так. И какие-то, в общем, годы немного, но, к сожалению, удалось работать под руководством Евгения Анатольевича. Это, конечно, было большой удачей для меня, безусловно. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, какие были архитектурные и технические задания у заказчика? Ну, понимаете, особых, ну, тогда ведь было что? Тогда было необходимо вот в этот очень конкретный объем. Там ведь фундаменты уже были сделаны, как тот старый дом. И поэтому нужно было это новое здание поставить на старые фундаменты, причем, сделав его в совсем другом архитектурном ключе. И при этом очень много на полу, сильно наполненное. Там ведь и большой зал со всей нормальной сценой, со сценической коробкой, с карманами и так далее. Кроме того, танцевальный зал, большие, много помещений для всяких кружков и так далее. И в этом, ну, была довольно серьезная такая задача. Ну, вроде бы тогда удалось с ней как-то исправиться. И при этом, вот мы тогда сделали вот такой портал для входа в этот Дом культуры. Это ведь раньше, чем сделал Жук на дворце, на Октябрьском. А то иногда сравнивают. Так вот, нет, здесь раньше. Ну, потом у Жука он значительно больше, там другой масштаб. Ну, в общем, какая-то переключка, наверное, была. Ну, это вот Евгений Андреевич Первый. Ну, это вот, вот это как раз. Какое-то мнение я в этом участвовал. А было ли что-то, что ограничило фантазию проектировщика? Поскольку все-таки был первоначально проектировщик? Ну, естественно, поскольку фундаменты были, набор необходимых помещений был. И поэтому нам необходимо было во все это вписаться. И, соответственно, ведь почему появилась вот эта, ну, такая вот, вертикальная решетка наверху? Потому что там зал свой, отдельный зал там наверху. Там и репетиционные залы, и зал вот этот для танцевания. И вот придумали, каким образом этот глухой объем наверху, как его поставить на нижний портал. В общем, это все было интересно и сложно. Да, а интересный вопрос. Вы сказали, что в ДК была предусмотрена достаточно большая сцена. Как было решено акустический вопрос? Ну, это была своя, своего рода, своя задача. Вот там, если вы помните, в самом зале, и вы помните, здесь я, вот есть вот эта картинка. Вот это то, как сейчас выглядит. Да, и вот надо сказать, что вот этот вот потолок, а там есть еще картинка, которую мы когда-то, вот я делал, проектная, но она практически полностью отвечает тому, что сделали. Вот этот потолок был придуман специально как потолок акустический. И тогда, надо сказать, что это вот саму форму и вот такой ее раздробленный обратный, как бы, купол, это придумали мы, а затем вытащили человека из Эстонии. Тогда в Петербурге было мало специалистов по акустике, он там был, и он специально сделал, у него вот эта картинка, вот видите, там этот, как раз тоже потолок, это проектная картинка. И вот он тогда сделал даже специальную модель, для того, чтобы проверить звуковое, акустические свойства этого зала. И выяснилось, что, в общем, мы нарисовали саму эту форму и вот размер этих элементов так, как требовалось для акустика. Он совершенно с этим полностью согласился. Это вот, кстати, пример того, что, того, как рисуется, это очень важно. Кроме того, говорят, что Туполев, когда делал свои самолеты, то прежде всего эти самолеты рисовали. И вот как, то есть все его аэродинамические качества, там, и так далее, и выяснилось, что если хорошо нарисован, то и качество хорошее. Вот оно как. То есть вы, в общем-то, были, можно сказать, новаторами, новаторами в области акустического. Ну, в этом случае, тогда у нас такого рода залов еще и не было. А скажите, пожалуйста, кто предложил архитектурное решение внешнее? То есть Левинсон, да? Ну, конечно, предлагали, кто там работал, он в этом смысле, человек был чрезвычайно, ну, как бы сейчас сказали, демократический и позволял предлагать, но решение, естественно, его. Ну, последнее слово, конечно же, занято было, да? А скажите, вот, раз уж мы заговорили о хостике, вот в наши дни есть ли таланты мирового уровня, может быть, или подающие надежды? Вы ведь и преподаете в Академии художеств. То есть мы понимаем. На Ваш взгляд, есть ли сейчас таланты яркие, вот, таланты? Конечно, есть, таланты всегда есть. Всегда есть. Вопрос только в том, как удается реализоваться или нет. Конечно, есть среди ребят очень талантливые, среди тех, с кем мы работаем в Академии. Вес разный. Скажите, вот сегодня здание находится на консервации. Здание в очень плохом состоянии. Давно там не было, к сожалению. И, Вы знаете, существует мнение о том, что, ну, это непроверенные факты, о том, что в ДК есть трещина, трещина от фундамента до самой крыши. Как Вы считаете, достоверна ли эта информация? Документно. Такого быть вообще может быть? Ну, теоретически все дома трещат. Часто бывает. Другое дело, насколько это серьезно, то есть это должно быть специальной обследовательной, и, естественно, герочкенчатой состоянии дома, состоянии фундаментов. Потому что, Вы, здесь набережную так и не сделали, ее должны были, должны были, почему, почему, почему не сделали. Но ведь пример, яркий пример оформления здания, обозреваемое со всех сторон, есть в Петербурге, и в то время уже был. Ну как, это же надо было делать всю эту набережную. И, соответственно, у очередного города не было этого заказа. Ну, то есть, понимаете, тогда вот, коли это не случилось сразу вместе с этим домом, и тогда, и должна была осваиваться вся эта полоса по Неве, а она не осваивалась. Я думаю, что если там есть трещины, то это вот результат, в первую очередь, под мною берегу. То есть не предусмотрели? Нет, это просто не выполняли, не сделали. А вот интересно знать, наполняемость была ДК в то время? Людьми? Да. Да, вроде бы он был очень так... Популярный. Популярный. Тогда и этот зал работал, и спортивный зал работал, и, естественно, самый зрительный зал. Я помню, что были и гастроли, я сейчас уже не помню, естественно, потому что это прошло некоторое время, как вы понимаете. А как вы считаете, с высоты, вот теперь уже вашего опыта, богатейшего, есть ли смысл восстанавливать ДК? Конечно, есть. Ну, вы меня спросили. Конечно же, ведь это ваши дети, в первую очередь. Конечно, так естественно, что мне кажется, что есть. И его просто надо весь привести немножко в порядок. Понимаете, ведь тогда не было никаких, ну, ни материалов хороших, ни хороших переплетов. Ведь вот это приходилось придумывать из какого-то черного металла, скажем, весь этот портал, чтобы это было сейчас, все можно было бы сделать, значит, на более высоком уровне. То есть возможностей сейчас больше? Конечно. Мне вот хотелось бы вот еще что сказать. Ведь я ушел тогда из Ленпроекта. Еще дом не был закончен. И его заканчивали архитекторы в рабочем проектировании. Я ушел после того, как стадия проекта была закончена. Ну, то есть все основное. И в рабочем проектировании, вот, к сожалению, сейчас уже покойный архитектор Юра Ситников, когда-то с которым мы вместе учились, потом кончал в рабочке этот дом. Так что его вклад там, конечно, тоже достаточно. У него, конечно, такого уровня все-таки проект, он реализовывался и нанесил большинство, я думаю. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, что сегодня интересует нашу современную молодежь? Что посещает? Откуда это? Ну, не знаю. Но это надо спрашивать прежде всего у молодежи. Другое дело, что я уверен, что какие-то общественные здания, общественные пространства всегда в городе нужны. И коли такой дом уже существует, то и создавать какие-то предпосылки для его национального и, в общем, может быть, и коммерческого использования. Коммерческого, я имею в виду, естественно, не торговый центр в нем устраивать, а просто чтобы то, что там происходило, имело бы какой-то коммерческий смысл в этом. То есть для тех людей, кто будет его эксплуатировать. Ну, я не знаю, как сейчас Невский завод к этому относится. Вам не приходилось это выяснить? Это же была его отчина, его собственность. Ну, как бы, собственность в те времена еще не была. Но это был Невский дом культуры, Невского завода, который тогда был, ну, очень известный завод. Ну, я думала, тебе не менее известен. Чего ты на это? Я думаю, что там сейчас... А мы тогда делали газовые турбины, насколько они продолжают делать. Ну, вот, и насколько этот завод в этом заинтересован. И, может быть, сейчас промышленность как-то начинает оживать, то и они тоже могли бы быть заинтересованы. А кто занимался проектированием интерьерного пространства АДК? Ну, как вам сказать? Скажем, вот этот зал делали мы, в свое время я. А, встали этот зал. Да. Вот фойер, ну, все пространство, это было задумано еще тогда, когда мы делали на стадии П проект. Вот это вот все. Ну, детали, вот, скажем, вот эти балконы, они появились немножко позже, но, в принципе, все. И сам этот потолок, вроде бы, я уже даже не помню. Я его делал, нет. Нет, по-моему, это уже делал Юра Сидина. Но само все решение, оно сохранилось. Хорошо. Юрий Александрович, у меня к вам такой вопрос. Сегодня мы выступаем в роли общественного движения, хотели бы восстановить ДК «Невский», для того, чтобы, передавая молодежь, могла бы заниматься развитием творческих. Потенциал есть. Мы бы хотели, конечно же, в первую очередь, выяснить, насколько это актуально, насколько это возможно. И принимая во внимание, что вы являетесь генеральным директором, основателем такого замечательного архитектурного бюро «Земцов», «Кандиан» и «Партнеры», скажите, пожалуйста, стали бы вы принимать участие в реконструкции такого здания? Понимаете, вопрос немножко некорректен, вот почему. Потому что реконструкция предполагает какое-то целеполагание. И для чего реконструировать? Потому что если в нем сохранить вот эту функцию зрительскую, зал и какие-то общественные залы, вот там, то, что там наверху, то его особенно реконструировать и не надо. Может быть, надо подновить, надо сделать, может быть, новую, ну, хотя бы, в какой виде, там полы были гранитные когда-то, потому что я думаю, что они в нормальном состоянии. Но вообще все, как это будет сейчас функционировать, это будет зависеть от того, что в нем должно быть. Я не думаю, что здесь возможна какая-то серьезная именно реконструкция. Потому что в этот объем, а что туда сделать? Его весь вычистит и сделает выставочный зал, то что? Нет, конечно. Я думаю, что зрительская функция должна быть сохранена. А если она сохранена, то она вот просто подновит и все. Спасибо. Ну и последний вопрос, завершение. Существуют легенды о том, что Камерон, проходя мимо Смольного собора, снимал шляпу со словами... Легенда, потому что это не Камерон, а Кварель. Вот, спасибо, что вы меня поправили, теперь я буду знать. А есть ли здание в Петербурге, проходя мимо которого, вы снимаете шляпу? Шляпу не ношу. Не носите, то есть нет такого здания. Поэтому мне нечего снимать. Нет, конечно, есть дома, которые мне нравятся. Имеете в виду современных или старых. Вообще? Вообще я абсолютно присоединяюсь к Кварельнию. Смольный монастырь и Смольный собор это действительно одно из лучших сооружений и комплексов в нашем городе. А Кварельнию, почему он это делал? Потому что он строил Смольный институт рядом. А Смольный монастырь уже был давно построен. Спасибо вам большое, я тебе тоже буду это знать. Ибо именно поэтому, идя на свою стройку, он снимал шляпу перед Раскрыльем. Говорят, что да. Спасибо вам огромное, Дмитрий. И еще не на просто. Что стоит ли переделывать там и фасад, который выходит на Миню? Нет, не стоит. Это дом своего времени. И переделывать, в общем, фасады, это вообще довольно сложная вещь. Понимаете, вот вопрос в том, что сзади, я понимаю, каким, что, ведь вот эта вот стенка сзади, она была сделана для того, чтобы обеспечить загрузку сцены. Ну, вот сюда, видите, вот здесь эти пандусы, для того, чтобы туда могли подъезжать фуры с декорациями и так далее. Другое дело, что сейчас, может быть, можно было бы с этой стенкой сделать что-то более интересное. Но это только ее. А принципиально, в общем, мне кажется, что это все так и есть. Понятно, что было трудно тогда, когда дом стоит между проспектом и Невой, и эта привычка наша, что на Неву обращается главный фасад, но здесь это было сделать невозможно. Ну, во всяком случае, задумывался он, в общем-то, функционально использованием. Конечно. Спасибо вам огромное, Юрий Александрович. Мы были в гостях у выдающегося архитектора нашего города. Спасибо вам. Наша мастерская, сейчас это уже называется архитектурное бюро, существует уже 25 лет. И когда-то мы были первыми. Вот когда-то в 89-м году вот это свидетельство, и там видно, что это номер один. Это было... Мы первыми получили право на самостоятельную деятельность архитектурную здесь, в Петербурге. И два моих партнера, это вот Михаил Олегович Кандиайн и Нина Игоревна Поповская, так мы все вместе вот эти 25 лет уже как работаем. За это время, конечно, мастерская сделала много всего. И, ну, как в какой-то мере показатель этого, это то, что мало у кого есть, я даже не знаю, у кого есть ли, две национальных премии архитектурный Дедал, это как наш российский, такой наш российский Оскар архитектурный, ну, выше архитектурной премии, в общем, нету. А это вот архитектурный, это питерская премия, то есть это вот общероссийская, а это питерская. Ну, и вообще тут довольно много, что было сделано и за что мы наполучали всяких. Тут еще не все эти дипломы. Субтитры создавал DimaTorzok